17 вопросов рассмотрели сегодня на заседании правительства Чуваши. Один из основных о деятельности жилищной инспекции Чуваши в прошлом году. Основная работа, которую вела госжилинспекция в прошлом году, лицензирование управляющих компаний. В январе 2015 года в Чувашской республике процедура лицензирования управляющих организаций началась с приема квалификационного экзамена у руководителей управляющих компаний. Затем в установленный срок до 1 апреля 2015 года в инспекцию с заявлением о предоставлении лицензии обратилось 147 управляющих организаций. Не подали заявление на лицензирование и добровольно ушли с рынка 18 управляющих организаций. Всего в 2015 году в лицензионной комиссии принято решение о предоставлении лицензии 161 управляющей организации, отказанной 20 управляющим организациям. Но часть из них потом повторно заявились уже. Сейчас к тем, кто повторно заявился, пристальное внимание, особенно в той части, где были выявлены нарушения. Кроме того, госжилинспекция ведет мониторинг технического состояния многоквартирных домов в рамках программы капремонта. Нововведения появятся в законодательных актах, ограничивающих продажу алкогольной продукции. Речь идет о так называемых разливайках, которые расположены в жилых домах. С 1 декабря вступают в силу эти ограничения. То есть все объекты, которые находятся в жилых домах, имение 100 квадратных метров, они попадают под ограничение продажи алкогольной продукции. 100 квадратных – это в городских поселениях, и 75 квадратных – это в сельских поселениях. Плюс в практике сталкиваемся с тем, что закусочные, забегалки эти переименовываются в кафе, а там у нас кафе и ресторан не попадают под эти ограничения. И, соответственно, мы ввели тоже требования к выполнению ГОСТа по услугам общественного питания и предприятиям общественного питания в части наличия определенного количества столов, стульев. Поэтому под это ограничение попадет порядка 60 торговых объектов. Из них 50 – это вот эти наливайки, и 10 – это нормальные объекты, которые в ближайшее время переориентируются. По просьбе, по предложению жителей тех или иных микрорайонов, соответственно, где рядом расположены общеобразовательные школы, учреждения социальной сферы, и на самом деле, где круглосуточный режим работы, они не дают людям спокойно спать. Поэтому квадратный метр жестко установлен, надо отслеживать. Одно дело, мы документ принимаем, другое дело, как право применительной практики все это реализовать. Каждую букву данного нормативно-правового документа. Эта задача уже ваша, задача органов местного самоуправления, рассчитанная на вас, что вы справитесь. Михаил Игнатьев также поручил Министерству экономического развития внимательно отнестись к тем предпринимателям, чей бизнес может косвенно пострадать от принятия таких изменений. Также Кабинет министров рассмотрел проект постановления об утверждении норматива расхода тепловой энергии. Рост плата за коммунальные услуги с 1 июля 2017 года в среднем по Чувашии предполагается установить в размере 5,2%. В отдельных муниципальных образованиях с учетом величины отклонения от указанных индексов в 7,5%. Татьяна Молокова, Надежда Яковлева, Расиль Мухаммедов, Республика.